Утешителю души истины, и же бездесны, и вся исполняет сокровище благих, и жизни подателю. Истины истины, и очистины всякие скрепы, и спаси Боже души наши. Господи, благослови нас, будь милостям и грешен Господи, умудри, образуми всех, где предстоящих и молясь, и всеми милостям к нам, Господи, ищенотых славок и благодарения, в честь и поклонение Отцу Сыну и Святому Духу, мы не пристаем, веки же Бог, аминь. Аминь. Так, вот это что? Готовься сюда, где сидят, аминь. Я написал, писал. Аминь. Аминь. Это вы? Да. Вот там жена, и я. Вот это, вот это конкретно. Моя. Всё, давайте вы это делаете. Вы назовите Роман. Имя и фамилию сейчас? Ударцев Роман Александрович. Ударцев. 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 Расскажите, просите, как вы веровали в Бога, почему вы к этому же nacqueなら крещение, как вы веровали? Один посмотрел, как люди ходят в храм, стало интересно, пошел в храм. Такой случай был, что я, как Мария Египетская, не мог зайти в храм, и мне прямо стало интересно, почему я начал как бы додеваться от этого, вошел в храм, помолился и все, и стал выходить туда. Просто, как так-то, вы приходит, молится, почему я не могла, почему не могла, и после этого все начали ходить, с дочерью и все, я уже потом, и всей семьей сейчас, каждое воскресенье, праздники посещаем. А вот вышли, как до нас-то вообще сюда, как вышли? Ну, опять же, через жену уже, она смотрела ролики ваши на ютубе, а давно? Все, давненько, но лет 5, может, больше. Сначала тоже смотрел, ну, так, краем глаза, что там происходит, что-то. Потом заинтересовался, сам уже начал включать уже, вот, и проповеди, там, Евнаки Тихоновича, потеряевку деревню, как бы, начал смотреть, увлекаться этим. Планировали давно, года, наверное, 3 назад, никак не получалось, а потом сюда попасть, хотели с детьми приехать, показать детям, как живут, как живут, как беременны. А в этом году получилось у нас, вот, мы усердно молились, чтобы нам попасть сюда, потому что дожди и все, нас пугала и погода, и все, ну, мы все равно поехали, несмотря ни на что, приехали. А вы на блогу приехали? Ну, тут уже семья неделю, я-то на выходных приезжал, на тех выходных, уезжал на работу, сейчас опять приехал. Ну, я думаю, в помедиве, в воскресенье мы поедем на город, ну, как семейство хотят, пусть летят из какого года, Барнаул, а, вот, здесь, местный Барнаулский, рядышком все. Вот Роман Александрович с Барнаула, а я выходил, вы уже приходили? Да, я на Ползуново, в Барнауле, приходили с Галиной, с женой моей, мы на молитву приезжали, к Фигнаде Тихоновичу, бараке, так что, ну, не так, не с двухты барахты, как говорится, все равно. Это постепенно подходили. Понятно, а русы вы все-таки постригаете, да? Ну, да, немного, мешают, кушаешь, как-то мешают. А почему вам мешают? Ну, я не знаю, я хотел этот вопрос-то тебе задать, мешает? Нет, не мешает, сейчас с этим делаю. Это так и естественно, так и было бы. Иммунитет выше. Почему? Попадают туда бактерии в рот, и у тебя всегда в рот хороший иммунитет. Все, все, ну, теперь буду знать. Оно естественно, из-за этого человек горло не болеет, потому лучше там все это. Не, просто, знаете, как в храме спросил у батюшки, как-то, я говорю, вот так и так вот, борода, все, он говорит, да, хорошо, бороду носишь, все, молодец. Я говорю, а вот как вот вы, он говорит, ну, я вот тут у себя тут подстригаю. Я говорю, ну, а что такое? Да, вот это, чтоб не мешало ей. Вот я поэтому, думаю, приеду сюда и спрошу свой вопрос, хотел бы задать вот этот вот, что вы. У них есть такой книжечка такая, которой они пользуются, известие учительное называется. И там написано правило, как будто в алтаре находиться, как с причастием обращаться. У этого известие учительного происхождение от католиков изначально было взято. И там прямо написано так, что как бы можно подровнять якобы. То есть если ты, ну это, то есть можно как будто подровнять. Они на это, то есть вот они все за это зацепились, а это и от католиков пришло. У них можно и бороду брить, в принципе, и что хочет можно делать. То есть все, а это нигде, ни основы, ни на чем. Ну вот это все борода, не порти, край бороды твоей относится к кустам. Сто процентов. На одно целое. Как бы много расхождения здесь, да, вот я вот на службе был, в воскресенье, на той неделе. И много вот расхождения, что в церкви, вот у нас там, в Албасе находим. И здесь вот даже так же, когда к рождению ходит, батюшка, там все поворачиваются. Кадим. Здесь батюшка говорит, я один, я сказал, не надо поворачиваться. Вот с иконей стоишь, повторю, стоишь прямо, ты и стоишь. Не надо крутиться. А там все наоборот, ну как бы по-другому все. Поэтому много расхождения. Поэтому, это как бы еще одна вот причина, я так могу сказать еще. Приехать, посмотреть, как оно, по идее, должно быть. А вы Библию прочитали или еще нет? Нет, еще не полностью. А Евангелие? Евангелие все четыре. Ну я не читал, я прослушал. Ну да, слушал. Так же вот у Игнатия... Текстовники есть у вас? Есть у вас? Есть, да. Столкование. Я начал сейчас читать первую. Читаю. Ну там до конца немного осталось. Столкование взяли, ну опять же, через зеленую. Какие-то вопросы? Я говорю, не слышу, а тогда я уже только то, что знаю. Так что мой голос, на десятую долю для кого-нибудь, я отвечаю. То, что знаю лично. Я за, что допустили. Текстовский совет. Кто у нас здесь есть? Вы? Все. 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 Програсьте не смогли в Барнаулу. Ну я думаю так, что члены православной церкви, близко знакомые нам и с вами могут проголосовать. А это? Дубнову хотелось звонить. Братцы, Игорю-то хотелось звонить, черт. Идет. Идет. И Владимир. Надо поднапрашивать. Сейчас я хотелось бы. Николай. 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 Да. Николай, Николай. 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 Кто там? Понять руки, кто до того, кого назвали, вы все время будете голосовать. Остальные только слушатели. То есть допустить до крещения. Я говорю, что это всего лишь рекомендательное. Мы батюшке даем ответы, приедем наискнуть. Он поступит как ему нужно. Мы показываем наше мнение, а он видит совершенно другое. Ему Бог праздительно сдает. Я вот с Америки вернулся, где тут один человек. Я спросил, а кто это? Я приехал тут к сыну, подполковник милиции, и хороший человек. Ни разу не разговаривал. Вот такие пакости стал делать, жалобы этот человек. А батюшка ни разу не разговаривал. Это откровение было бы. Так и здесь. Думаем, что мы не ошибемся, если скажем, что этот брат будет по владельству членом церкви православной. Завтра будете причащаться, крещение принять. На крещение только, я показываю, вот так вот, левая и сверху правая рука. Не шевелите его вверху. Колени обязательно убивать. А не так. Есть такие, за батюшку хватается. Ну что, понятно? Все. 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 Никого нет против, правильно? Шесть. Да. Петухин. Петухин Алексей Николаевич. Расскажите, пожалуйста. Из города Москвы. Как пришел? У меня в определенный момент интерес такой появился. Как же жили люди, там, двести-триста лет назад. Мужчины, женщины, вообще семьи. И, значит, познакомился я с Германом Стерлиговым. Мы не ставим вопросы, курить не курить, пьем не пьем. Это и так понятно, что до утуху этого не было. Города или нет, города без болота разговаривать не будет. Какой город? Москва. Мы с Германом Стерлиговым познакомились. Поехали там, пообщались немножко. У Германа Стерлигову был, да. У Германа Стерлигову был. И потом в соцсетях увидел там в друзьях у Германа Юрия, сейчас он Георгий пахнет. А вы его знаете, что у него сейчас, у Германа? Я был у него с Германа. Четыре года назад, больше не было. Благодарность людям шли к Богу, что они пришли в православие. Его, я называю, у меня большие материалы, о нем как великий разрушитель. У меня-то последовательница рассказывает. Он искал, как люди раньше жили. Вышел на Германа Стерлиговой. Который думает, жить не работая, туда лезут все. И через Георгия Пахмутова он и сюда уже вышел. А, ну Георгий Пахмутов, это другой вопрос. Он наработал там. Смотрел страничку ВКонтакте. Георгий, ну он Юрий Рашин, сейчас Георгий Пахнет. Вот. И потом смотрел, у него один фильм стоит, вот сын Атих. Начал смотреть и заинтересовался. И увидел вот такое вот глубокое понимание православия, и оно меня привлекло. Через это я начал понимать многие вопросы православного христианства. И потихоньку начал в него вникать. А кто против? Кто против? А не можно, чтобы вот кто говорит, чтоб рядом садились? Чтоб Игнатьевич слышал? А то он ни слова не слышал. Может быть рядом будет садиться тот, кто говорит? Да нет, это тоже так, понятно. Опять выжимая. Не надо. Давайте голосуем, есть кто против? Батюшка решать будет. Я за то, чтобы его допислить. Нет, кто против? Против кто? Кто воздерживается? Против надо доказывать, а за ним надо доказывать. Все, принято. Все. Петров Андрей Николаевич. Город Костромская область. Костромская область. Костромская область. Так, расскажите о себе. Я небольшое слово хочу сказать. Я на то, что присядьте. У нас возрастающие семьи 10, 12, 23, 20, 80. Они еще раз и 10. Такая причина. А вот написано, первые христиане, Петр сказал, 3 тысячи обратились. Но сейчас вот 3 тысячи. Это надо понимать на весь мир 3 тысяч больше людей. А сегодня каждый день 30 тысяч обращаются. Проповедуют в Алгарии, в Америке, везде. Вот это надо учитывать. Вот он принял истину, брат Вячеслав, учился в 4 курсе семинария уже. Он в это дело работает и нашелся священник, который крестит полное погружение. И его мать крестилась. Уже 10, добавляйте 10, и уже 20. Поэтому надо брать по тому, что есть и будет. И таких же священников, которые стали крестить мощеных, а мощеных они боялись крестить. Считают за крещение. Второе крещение не существует. У нас уже сейчас сколько разных местах. Некоторые на входы отправляли. Некоторые в Москву у нас там есть, которые приехали. Так что не уменьшилось, а только увеличилось сейчас. Так что этот вопрос впадает. Вот так же. Ну, считал все время себя как бы... Подрубочек. Все время раньше крещенным себя считал. Вот. Ну, а началось все, может, года три назад. Ну, начал просматривать ролики всякие разные. Ну, не ваши. Нет. Сначала не ваши. Сначала смотрел. Ну, по названию. Духовный маяк есть такой. Ну, где головинный. Духовный. Головин, да. Начал с него как бы. Ну, ничего такого. Ну, как бы все. Потом... Ну, чисто по названию. Потом смотрел эти... Ну, думал, что крещеные все как бы. А смотрел. У него аскетика. Для меня есть такой... Мастер. Мастер. Да. Ну, как бы что-то полезное там, конечно, для себя взял и там. Вот. Книжка у него такая есть маленькая. Ну, дневник Кающего называют. Кающего Грося называют. Ну, прочитала, конечно. Ну, если... Понятно, что, судя по этой книжке, то есть, ну, пропащий как бы человек. Ну, и думал как бы крещеные. А потом вот, чисто случайно, вот, наткнулся на вашу ролику. То есть... Ну, и подумал, что крещение как бы обман, что ли, получается у меня. Ну, его не было. Да, я Христе-то не столько лет жил, а Христе-то не знал это ничего. И вот с этого все и началось. И вот с этого все и началось. Книжки вы еще почитали полный раз? Только четыре Евангелия и начало этого. А просто? Я позвонил вот вам, наверное, первый раз. Потом вы с книгами перенаправили к Николаю меня. А у вас на учителе есть? Нет. Нет. А вот на занятия каких-то у нас были? Да, я вот когда позвонил, только пытаюсь своим интернетом с моей работой. Ну, трудно очень. А так вообще вы ходите? Я смотрю вот, которые уже, которые уже поздние, ну, то есть выложены. А интернета у вас нет в этом? Он есть интернет, но меня нет там. То есть у меня работа, я работаю рано, а где я работаю там... Ну, у меня работа такая, что... Поручителей нет. Как давно ты выходишь туда, к камеру? А это было, наверное, вот в начале Великого Поста, я вам позвонил. В начале Великого Поста присоединился к группе. Да, к этой, которая в WhatsApp. А потом уже, когда позвонили Игнатию Тихоновичу, это было месяц назад, наверное, в своей группе в этом скайпе. А есть те, кто воздерживается или кто против? Можете поднять руку? Кто за то, чтобы его допустили по крещению? У меня просто вопросы есть. Пожалуйста, вопросы. Сейчас вопросы выдаст. Николай, выдастся. Андрей, вот жизнь, она связана с тем, что работа, 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 там, там, там. Вот. Как она будет у вас отражаться? Вера, 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 и работа, и мир. Как он будет у вас отражаться? И мир. Мир. Это что, мирское? Ну, все. Мы же заняты, непостоянные. Я понимаю, нет? Я, ну. Как это? Если в смысле вы имеете ходить в храм или нет? Нет. Нет? Вера в Бога, вера, вера не в Бога, а вера в Богу. Исполнение в Западе я просто направление даю. Исполнение в Западе. И жить по Западе. И жить по Западе. И жить по Западе. Не впасть в суету. А, я понял, я понял. Всегда помнить о нем. Я понял, я уже давно над этим работаю. Да. Откажу я от этого. Вы видите, вот. Положительный. Откажу я от этого. Ответ положительный. И по этому за. Ну, все. Получается, против никого нету. Два. Сколько за человек? Я за. Четыре за. Я его лучше всех знаю здесь. Исходя уже из того, что знаю. Против никого нету. Все, идем дальше. Идем дальше. Сейчас проголосовали? Да. У вас заявление. Да. Все, проголосовали? Да. Я написал. Четыре за. Ноль. Против. Сейчас, если батюшка откроет. У вас есть? Вы уже сдали, да? Перестойтесь. Что там? Вы сдали? Идите. Можете сдать. Заявление? Да. Не, не заявление. А, тетрадка там была. Где там? Какая? Вот эта она? Да, да, да. Вот эта? Да. Этот бокс оставил весь мир из-за чего? Ну, начало только. А, форму хвалили? Да. Ага. Расскажите теперь о вере вашей. Он родился в Казахстане. В советское время, еще как ребенком был, отлучали, как говорится, от церкви. Пропаганда была страшнейшая. Когда перестройка уже началась, советская власть кончилась. Да. У мальчика сейчас был? Да, да, да. Был, был, был. Ага. Не понял я. Ну, был. Заходим. Заходим. Так вот, что вы спрашиваете до, а не после которого позже. Так я что, не спрашиваете? Ну, надо. Купил Библию, но читать не мог ее. Я потом где-то прочитал, что надо просить Бога, чтобы Бог дал Библию почитать. Год просил. Ну, каждый день читал, но ничего не понимал. А потом начал читать, прям заполил. Ну, прочитал, но толком ничего не понял. Вот уже начал поднимать, когда в 23-м году уже вот Игнать Тихонович ролики начал смотреть. Тут уже потом уже вот книжки у вас. А поручитель у вас кто, поручитель? Добунов. Добунов Игорь Владимирович. Да. И еще кто? Игорь Банов. Игорь Банов. Поручитель Добунов, Игорь Банов и все за. Вот это вопрос не я тут куда-то. Давайте глазуем. Есть кто против? То есть, кто еще поручителей тут написал? Против? Нет. Все за. Все, проси, чтобы подняли руки и кто против. Все, уже никого нет против. Никого нет против. Никто руки не поднял. Я вас спросил. Шесть за. Шесть за. В отчестве как ваших. Васильевич. Васильевич Горд. Город. Город. Алма-Ата. Так, следующий. Кто из мужчин? Давайте выберем. Виктор Захарычев. Отчество Ильич. Виктор Ильич. 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 А вот Москва, рождение Узбекистана. Я с детства знал, что Бог есть. Мне бабушка сказала, что есть Бог. И всегда говорит, если даже тебя будут в школе спрашивать, ругать, говори, что Бог есть. И старался жить по честности. Но, как говорится, мир свое берет. После армии начал. После армии начал. Ну, выпивать. Ну, рыть там. Женщины. Решил многое. Потом переехали в Россию. Ну, женился. Переехал в Россию. Здесь столкнулся со свидетелями Иголы. Через них познакомился со святым Писанием, Библией. Ильичал приблизительно полгода. От них ушел. Начал смотреть ролики на духовные темы. Слушать проповеди. И наткнулся на группу вашу. Игнатия Тихоновича увидел. Заинтересовался. И постоянно. Ну, смотрел ролики и внимал. Словно. Это вот моя бумага. Вот это, да? Угу. Крещён был в детстве. Неизвестно как. Там, в Узбекистане, скорее всего, обливательным. Ага. Посты соблюдаю давно уже. Лет восемь. Ну, поставление давал. Последнее время стараюсь без поставления. Поручители у вас кто? Николай и Дубунов Игорь Владимирович. Что-то сказать вам? Ну, положительный доктор могу сказать. Серьёзно относится. Серьёзно относится. Дубунов? Дубунов сказал бы, что он долит за. Это вызывает доверие полное от поручителей. Серьёзно относится, занятия посещает, слушает. То, что говоришь, принимает. Не лопит, не бундует. Ну, не все. Здесь тоже вопросов нет. Есть те, кто против? Против нет. Я хотел бы вопрос задать. Пожалуйста, задавайте. Почему вас привлекло вера во Христа? Да, ведь веры-то есть разные. Мусульмане, там, ещё кто-то. Почему именно во Христа-то? Есть ответ? Да. Сначала это было автоматически, как бабушка учила. А теперь я знаю, что Христос мой Спаситель. Умер за меня. Кров своим пролил. Меня он искупил. Умер просто нет. За. Все за. Время тянуть не будет. Просто так. Так всё понятно. Так, ну давайте дальше. Шацкий Борис Александрович. 9 лет. 9 лет. 9 лет. 10 лет. 10 лет. Верхнюю шкуму совсем застёгивать. Её застёгивать – это условия расстёгивания. Условия расстёгивания. Бога расстёгивания. Да, расстёгивания. Да. А ты собираешь? Дальше подходили к малышам. Навешание было ангела. Спрашивали, чтобы сжечь. Я первый пришёл. В компьютер не играть. Телефон не играть. Нет. Нет. Вот у кого падают крестики, и там ангел хотят сжечь, крестик оставить. Потому что крестик сатана не может сделать. Ангел, ангел называется падший слева ангелом. Кого ты носишь там? Может, из-за этого и письмою сидеть? Да, вполне может быть. Насепили его, а он другого типа. А вот Иисус пишешь. Грех Иуды устрашает. А что такое грех Иуды? Ты можешь говорить? Ну, это Он предал Иисусу Христа. То есть, Он выбрал всё-таки золото, серебро. Он говорит, что он не может быть виноватом. Все правильно. Все правильно. Да, говорит. Прям объясним, почему устрашает Его грех Иуды? Грех не это говорить не расскажу. Борис, слово в России страдаческое. Помните, Борис и Глеб убиты. Поставили этого, по пьянке разводил это все лицо. Ну, там что-то заключённого там не было. Борис и Твёрдый самовременно. Вот и Борис Глебунов. Детям всё дальше. Ушки где-то. Давиду Борисову еще на пол. Они стоят. Гребенущие друзья у тебя где? У меня в Афестане. Гребенущие друзья у тебя где? Гребенущие друзья? Нет. Ну, на площадке. На площадке. Приехали. Куда приехали, играет футбол. Ну, и как они не бывают, заодневают. Ну, друзья, это ты с ним дружишь? То есть ты его близким считаешься? Ну, играет вместе. Играет вместе, да. Друг это тот, кто уже с тобой близко, с кем ты можешь поделиться. Самым для себя важным. Три зала. Три зала. То есть, вы можете задать вопрос. Надо голосовать. Испifter voting за. Мощник хороший. Есть те, кто против. Есть слова? Нет? Все за. Все за. Все? Хорошо, если вы понимаете, посмотрите на весу. Особенно на этих, которые ну это уже в психологии, как говорят, какой взгляд. Вот он приехал, надо приглядывать, а еще не знаю людей, но думаю, что отмышлены не огорчают как бы другие, а сами не знают. Пол закрепил его в водословие. Так, приготовиться на исходе. А когда тренинг может стать? Тоже вы были? Нет? Подготовьтесь. Как это тот выходит, другой сранцах, и за ним сразу будет своими детей? Так, кто еще будет из мужского пола? По крещению. Кто готовились еще? Эдин парад будет, да? Нам сразу сказали, что мы будем. Дети-то что, мы их спрашивать будем? Детей-то спрашивать будем, вот этих? Будем. Правила канона запрещают крестить. До времени пока не освободятся от того звука, который обуел. У них явно выражены, при том очень редкие случаи, синхронные движения, как будто из одной компании демона больших человек. Если один начал его рвать, тот не знает, до другого месте, до другого, его сразу же вырывает. Этот закричал где-то, и тот начинает крик. Это одержимость. С этим надо много работать. А можно освободиться? Есть такие моменты в церкви, которые заставляют задумываться. А Павел говорит, еще крестится без зеркла. А как было? Он не крестился, готовился, нет? И тогда, когда город стоит, родственник залазил под гроб и спрашивает, отрекаешься от этого? Да, отрекаюсь. Отрещай-то за мертвеца. Здесь никак нельзя. И при том ни день, ни два, пока они освободятся. Но мне вот кажется, что стало положение их лучше. До следующего будет видно. У нас было, и мы совет давали не крестить, а батюшка крестить. Ну и он заподозревал, что я это настроил. Я обернул выходной день, семьи не бели, и кто голосовали. Думанка, карандаш, степень. Куда идти, куда-то, куда-то. И все отдельно дали. И батюшка не допустил. А она студентка социологического факультета. Она на следующий год ей говорит, хорошо, что меня не допустили. Теперь я поняла, еще там после будет сколько. Но к батюшке-то они пойдут или нет? Нет, разрешен идти. Идти мне еще. А старший? Может идти, я не против. Старший? А у Андрея вы хотели что-то спросить? Андрей, это вот с этими словами. Он призывал нам должен принести воплощение, а батюшке отъехал. Где он Андрея эти чисел? Андрей, если ты прошел до тебя? Встань. Встань, встань. Все, Андрей отъехал. Ты крещение принимать не хочешь? Андрей, ты просто скажи, а зачем пища на меньшего от тебя, взял его за руку и фальцами тыкал в розетку? Я просто не тыкал, а просто рядом играл с ним. Он говорит, я не тыкал, а просто рядом играл с ним. Просто рядом держал. Рядом держал. Рядом держал. Я видел. Но не сослал. Это смерть. Смерть. У нас были такие щекотила. Рядом, ребенка встану, и начали душить. И пришлось заранее бабок вызывать и немедленно освободиться. Вчера я видел. У тебя намерение было игровое. А я говорю, у меня брат, на 5 лет старше. Он в Москве работал на стройке электрии. Нас было 5. Сейчас один остался. Мы называем его не электричный ток, а господин ток. Он не дает предупреждения, он сразу снимает жизнь. И вот ты вчера, когда я посмотрел, тащишь его. Ну, розетка на стене. Ты его рукой тащишь. Даже говорит старше. А если бы там были большие отверстия? Думаю, воздержаться надо. И мое мнение. Остальные захотят. Я тоже думаю, что надо воздержаться. Притом он не слышит. Он говорит, что он тоже сразу падает. Игровой такой парень. Дело в том, что, скорее всего, хоть независимо от исхода, крещения, примут, не примут, они домой приедут и продолжат играть в компьютерные игры и все остальное. Так как? Играю. Будешь жить играть, да? Отчуждение от живы. А то, как жительные игры играет, сразу снимать все. Даже в лагере у меня такие условия были. Ну, сейчас нет там, недержание, он носит там, мощится, и в парке есть. А потом я... Телефон? Да. Телефон? Кто играет? Играя. Играя. Лагеря не поможет. У них нет соображения, ничего. Он не понимает, что делать. У него там в мониторе все. У них были такие, вот кащаются на таджанке, просит дать. Она просто дала палку вот такой толщиной, вот такой длины. Она летит и бьет его полную. Он упал, он не может понять, как она вылетела из этой рамки монитора. У него нет реальности никакой, поэтому у меня крещение, еще он потерян, инвалид, уже сейчас надо пенсию получать. У меня есть такие хорошие, ребятовые. И стали играть полностью. 15 лет они уже инвалиды, там начали наведить. Играл? Играл? Ну а смотри, еще он. Не узнавали. Компьютерные игры играл? Ну вот. Значит, попробуйте отстать и себя прогреть, чтобы он дважды тебя не спрашивал. А тогда будет видео. Вы еще категорически против. Совершенно не готовы. Остальные как хотите. Потому что вы первый раз верите, слышите. Если верите в то, что я говорю, то вот реальность. То есть она иногда выручится рассказать. Дмитрий Игоревич, фамилия такая. На остальных спрашивайте, вопросы задавайте. Есть какие-то вопросы? Кто за? Есть какие-то вопросы. Сходи, чтобы я не тормозил. Считаю, что можно допустить до крещения. Есть такие вопросы? Я его мало знаю. И почти совсем ничего не знаю. Вот что мама может сказать? Мы посещаем кружок по Библии Анастасии Фаста Игоря Дубнова. Занятия посещаем. Самостоятельно я по вечерам вместо читаю Библию. Он знает. Стараюсь как-то его отвратить от... У нас просто... Получается в школе живут, и окружение интересуется этими играми. Естественно, мальчишка тоже устал интересоваться. А я стараюсь наоборот. Интересовать Законом Божьим. Это может? А есть какой-то запрет? Что нельзя? Я, например, запрещаю, но у нас папа не ведущий. То есть папа все равно дает? У нас папа не ведущий. Есть у меня договор. Там не только Паша поднимает. Да, я хотел спросить. А сам... Его можно спросить? Сам он хочет спуститься? Есть у него желание преобнести Бога? Желание есть? А? Желание есть? Желание никак. Это не долгое. Можно будет. Паша подождать. У нас была одна хуйня. Можно подождать. А у нее у лёгца играли. А дальше... Дальше Госсовское дело разбирается в судье. Ну, товарищи тот принял. Они были, играли. Он на кухне схватил нож и со всей силы ударил его. За что? Он на суде не может ответить. Сколько я ударил? Ты и ударил его? Это опасно. И когда показывает, он меня разрешает. Он беснуется, падает, все это снимает и показывает. Игры исключите. Компьютеры отключите. Они вам не нужны. Считай книги. Считай Святую Библию. А в школе как не учите? Сюда и спать можно сходить. Отлично. Ну, напиши, что вы. Почу что-нибудь сказать. Вот память на него хорошая получается. Ну, можно сказать. Я бы допустил бы. Я бы допустил бы. У него ежный водитель есть. Он родной жраты? Да. Это был ездок. Видите как, это ярко выраженное веснование. А вот он сегодня такой вот два раза согнал. То на корзава запрыгнет. То там не садятся. И вот все время толкают, что грязь и грязь в ущельях. В траву водить. А так было? В травой. Вытери где-то из скакана. Там садится грязь будет. Ты травой вытирал? А сегодня что залазил? Вот такой вот стоят где-то в травах. И все. У меня вопрос. Эти игры компьютерные. Ты понимаешь, что это категорически вредно тебе? Ты не понимаешь, почему тебе никто не обещал? Нет? Нет. Я в 40-м году так не обещал. И сказали, потому что, не могу. Это я. Господь может забудить. Господь может забудить этого. Если сам человек захочет. Если он не захочет, то ничего не обещает. Так, по поводу старшего Вадима. Старший Вадим. Ну, с вами он. Вадим. Вадим. Ему больше активности нужно. Вадим. То, что говорит. Вадим. 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 Слава Вадим. Знаешь, как переводится? Спорщик. 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 А? Спорщик. В общем. Нет, спорщик. Спорт. Одно на другое меняет. Как называется? Бартер. Бартер. Вот. Такая интересная. Левсит Бартер. Замены чего-нибудь ты можешь сделать, да? Ну, я все сам. Ну, я понял, что это крещение не интересует. Я не готов. Он говорит, я не готов. Я считал. Допустим. Ты знаешь, что такое обращается. А я не готов. Дива Большой. Я все Дина Lesung даю за ними. Они говорят. Кажется, что такое вращается. Это тоже Дина Большой. Мне в нём тоже шло тут. Но, причесывать надо. Как ни крути. Такие отношения, которые показывают наше духовное состояние, вот эти люди собрались в каком-нибудь. 21 минут, да? Но мама сказала, что ты веру уроки терял. Я не поделил. Ненаходимую, да? Ну нет, мне кажется, ты в церкви разочаровался? Просто мне не нравится эта чрезмерная... Ведут себя как фанатики, как секты, для меня это отвращение вызывает. Он говорит, не нравится, что ведут себя как фанатики, как секты, отвращение вызывает. Кто? В основном мама. Мама. Ну мама, мой, понятно. Правду говорит, зато уже плюс. Федор Фабулевский, такой глупый парень, он говорит, работай руками, работай умом. Работай безусловно ночью и днем. А там уж что будет, так, пыль же, работай руками, где-то работай умом. Вы ищите работать, активно перерезать. Больше себя с нового Бога. Вы против Бога дар и молитвы начнем, как Господь пробудил тебя. Дело в том, что те, кто так стелят мягко, они тебя обманывают просто. А потом жестко тебе это все дойдет, когда ты уже будешь никакой. Здесь тебя не обманывают. Ты в слово «фанат» складываешь что-то плохое получается, да? Ну, допустим... Как говорят, научи дурака Богу Морису, он блокно расшиблый. Ну, ясно, что вы тут не расшибаетесь. Ну, да, не расшибайте, но все равно напористо выглядит. Для меня это... Выглядит для меня лично неадекватно. А тебе какая-то область нравится в жизни? Ну, что-то тебе нравится, машины там или... Ну, то есть, например, тебе нравится автогон, там есть Шумахер. Он фанат своего кино. Мне нравится искусство. Ну, вот, там, например, Леонардо Даминчо. Я рисовать люблю. Мне нравится старт или делать, например. Он красачий. Он художник. Ему нравится искусство. Ему это... Он тонкой личностью человек. Ну, вот, смотри, Леонардо Даминчо. Это фанат, по-твоему, или он так... Тяпляк все делал? Задумайся, он фанат своего дела. Он бы не был таким великим. То же самое и с Верой. Фанат, это человек готов умереть. И в преднете его делать все. То есть, если идея ложная, то, соответственно, и он сила. А если идея истинная, апостол Павел все фанатами. Все фанатами. Павел все знаешь, и ты еще ничего не знаешь. Тебе полночь хотелось... А почему не знаю? Да, ничего ты не знаешь. Ты как бы через призму компьютерных игр и мира смотришь. Ты не знаешь еще ничего. Поэтому суди. Не суди. Пока не суди. Раз. Так. Кто против того, чтобы его крестили? Я тоже против. Четыре. Пять. Против. Вы воздержались, да? Вы воздержались. Я воздержался. Я против, но с тем, чтобы ему разъяснил кто-то, что он не понимает, на все вопросы ответить. А работу искать. И желание. Аминь. А можно ему вопрос? Можно ли? Получить рождение свыше и водитель. Скажи, пожалуйста, кто для тебя лидер или идеал в жизни? Кто? Из человека или кто? Лидер. К чему ты стремишься? Такого конкретного нет. Мне нравится просто хороший человек, который делает добрые дела, не вредит другим, поступает по совести просто. А ты немножко касался моментов библейских? Вот читал Библию хотя немножечко? Я не читал, только слушал. Ты вот выражение у тебя, я не читал, мне это не интересно. Там есть один момент. Там есть один момент. Там есть один момент о добрых делах. Которые говорят, добрые, хорошие дела. Были такие два прародителя, Адак и Ева. И подошел очень добрый, добрый человек к Еве. Это был не человек. Это не человек. Ты уверен? Да. А как ты знаешь? Потому что... Что потому что? Потому что воображение твое подошло и на словах и говорит. И обманул ее. Говорит, что ты Богу слушаешь? Я так своими словами. Это по-библейски. Добрый человек в ее глазах. Он учит доброму. Мы будем знать все. Вот эти добрые люди вокруг много-много окружают. Истинным выглядит только Христос. И Иисус Христос. Если ты обратил внимание на вопрос, который я задал, и с чем ответил этот брат, у него были слезы на глазах. Иисус Христос, Спаситель мой, Он меня исцелил и крови исцелил. Слезы на глазах. Только истина в нем. Не в добрых делах, которые окружают люди очень хитрые. У тебя взгляд какой? Подчиняться этим добрым делам. Подчиняйся воле Бога. В первую очередь. Люби родителей. Мать почитай. Братьям. Помогай матери и помогай братьям. Спаси Христос. Все, заняло время. Ну тогда все, переходим на сестер, женщин. Наталья, Гетев Наталья сейчас. Мы вас отговаривали приезжать? Отговаривали приезжать. Отговаривали. Она проявила твердость и здесь проявила. Твердость и здесь проявила. Абсолютно. Ей нужна сила. И сила эта тебе может быть дана именно в крещении. У тебя так рядом. Нам спрашивать вас по сути ничего не надо. Я за. Я за. Все за. Я воздерживаюсь. Пять за. А у вас в каком числе? Валерий. Валерий. Сколько лет? Соркти. А город получается тот же? А кто? Ак-тюр-гей. 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 Вот так. Ак-тюр-гей. Не проверялся. Все, давайте следующим. Вот это чье красивое почву? Это мать. А это ваша, да? Как раз? Да. Так, это получился Анна. Это мы. Лариса Васильевна. Лариса Васильевна. Лариса Васильевна. Расскажите, как вы веровали. Как вы веровали, как веровали. Я себя осознанно помню и знаю с пяти лет. И почему-то для меня, хотя никто не говорил, икон у нас дома не было, я смотрела на небо и понимала, что там Бог. Все. Я всегда бежала и думала, почему облака вперед меня бегут. И, видимо, слушала, когда женщины говорили, ну, видимо, в суете. Господи, Господи. Я поняла, что Господь, а я его не вижу в деревне у нас, значит, он на небе. И всегда вот к нему говорила. Вот с пяти летнего возраста для меня это было ясно. Я не знала ни слова «ад», но я знала, что на небе есть Бог. А как кресту я пришла тогда? Ну, Бог тогда всех, ну, знают и мусульмане, это понятно. А вот именно ко кресту я пришла? А ко кресту я пришла, ну, тогда, когда уже моченой стала. Потому что я понимала, что надо креститься уже в взрослом возрасте, уже лет двадцать пять. Вас помочили в двадцать пять лет? Да, 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 да. А Вы Христа своему Спасителю лично? Верю, что Он мой Спаситель. Что Он искупил все мои грехи кровью своей. Но это Вы поверили в это в действительности когда? Не давно? Очень давно. Очень давно. Тогда, когда вот явная помощь Христа была. И знаю, что Он мой Отец. Отец, отец. Отец. Вы здесь мои батюшки говорите, как проголосовали за Вас. Потому что надо сначала полностью закончить, батюшки отдать их потом. А так может быть даже лучше сегодня. Он совершенно идет, сквозь след делает. Это человек, который запросился сюда помочь, когда никого не было еще. Алина Владимировича. Вы был на земном крови. Челябинская область. Едкульский район, деревня Печенкино. Челябинская область. По еде претензий нет. Как это? А соли? Только благодать. Молодежь. Он исполняет свой. Соль в норме. Я не хотел этого. Нас все-таки побудили. И дальше-то оказалось, что неизменимое. Все это скажет, что Бог делает. А я очень люблю это. Ну вот так. Я знаю, что надо правильно. Все. Спасибо, Христос. Все. Всех голосов. Все. Поросят никого не. Нет. Сладко. Вот это чье? Это Майор. Ваша? Представьте её когда подошла. Ваш все. Я безлик. Как все они? Есть. Нет. Какие еще. А, Елена, какие-то дети уничтожают Чем-то уничтожают Без какими уничтожают? У меня не советы не подскажали про него с батюшки взаимодействием Какой малили, если они не знают, в чечении зубов, которые крещены Вам неизвестно было, да? Неизвестно Да, неизвестно Крещение в детстве было и неизвестно было или не было в детстве крещения Ну, как ты говоришь? Да Так Шестой Федерский Собор, 24 правило Если ты не знаешь, тема на Север-Васе не будет еще Вот, как не голосовать еще Батюшки Правило таковое Ты не будешь лишен талибе и благодать У вас есть сумка? У вас есть сумка? У вас есть сумка У вас есть сумка А как там вы уже едете? Субы не стали вводить? В круге остались примерно 2 месяца У меня есть сумка Немного erre Мы вообще ничего не слышим Знаем? Скажите... Уотом вы сидите? Я нашу работу. Я думаю, и на улице, и на работе у меня остались. А на работе какая у вас работа? Только вы можете так сомневаться. Видите, я учу твоей пилоток. Сейчас у меня пошли проблемы. Я надеюсь, что из этих школьников... Далее это способ? Нет, по-моему. Так, батюшек говорит, не знаком, не знает. Он будет крестить. Крестья второго горстокая, а щенок крещенок. Работает учителем в школе. Платок носит и дома, и на улице. Паскайп, который у нас есть. Все сокровища, и все ваше. У нас не было ни одной учителя. Хоть какое работе, чтобы они... Нет, у него же просто негативно относятся. Ну что? Мнение мира... Я теперь поняла. Мнение неверующих людей у вас тоже будет. Это как... Писки. Писки. Писки-монаж, квапини... Пинашки-монаж. Пинашки-монаж. Елена так говорится. Да, и все. Никаких вопросов. Они не раздают, но эти вопросы не разбираются. Чего они будут задавать? Это вообще не в одном вопросе. Есть те, кто против? Я против. Против? Один? Один человек против, да? Да. Рекомендация побыть в руках хотя бы. Есть? Я за. Я за. За. Ну, написали. Я за. Я за. Я за. Я за. Я за. Мирник Юнина в руках. Да? Из-за явления времени времени времени. Да. Нет, объединяй не пусть так. Ну, переедус так. Мирник Юнина. Поближе, садитесь к Вячеславу. Расскажите, как мы вернулись, о ваших словах, что вы считаете нужным так сказать? Я родилась в военной семье, в Нурманской области. Погромче, пожалуйста. Родилась в военной семье, в Нурманской области. У меня папа военный. В городе не было церквей. Люди в основном неверующие, как мне так-то казалось. И когда мы ездили к маминым родителям в Молдавию, там я наблюдала, как некоторые соседи молятся по домам. Это были... Мне было объяснено, что это секты. К ним я никакого не проявляла интереса. Но и в то же время, будучи крещённой бабушкой, ещё по младенчеству не проявляла никакого интереса и к вере, к католичеству. Я была... У меня все родные к католике. Вот. Была крещена католически. Вы? Да. Во младенчестве. Католике вас отрыскали? Да. Там крещения нет? Нету там крещения. Потом, значит, когда у папы закончилась служба, мы переехали в Тверскую область. Приехав туда, там было восстановление храма. Он практически был разрушен. И мама проявляла активность высокую восстановление этого храма. И стояла на клироссе, пела. Восстановление было, можно сказать, со стен разрушено. И она тоже в католичестве, но её, можно сказать, перекрестили, так скажем. Она считает, что она крещеная. Вера моя была, в основном, как и все православные, отношения к вере, скажем так, поверхностная обрядовая. Узнала о вере, истинной вере, о Христе через видеоролик, который мне также мама отправила, когда начались военные действия в Украине. Вот. Мне это тоже очень беспокоило. По ответам вашего пятиорта, только исполняйте, что вы написали. Так и держите. Так и еще. У нас тут она выливается. Угу. Да, 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 она есть. Удивительно. Удивительно. Ток. Курты. А? Где я сейчас живу, да? Молдова. Город Бельцев. Молдовый. Молдова. Из Молдовы. Молдовы. Из Молдовы. Так, есть кто у нас вопросы? Сестра, я хотел спросить, вот вы сейчас приехали? Ну, там смешанные, поляки, русские. Поляки, русские, смешанные. Интернациональные. Интернациональные. Максим Иванович. Вот вы сейчас приехали, да? У вас же семья там есть, да? Возможно, хозяйство. Вот как вы приехали, с миром вас отпустили? Как в доме обстоит ситуация? Может быть, вы приедете, и там война будет? Нет, вот слава Богу. Насчет этого я могу сказать уверенно, что у меня супруг отправил меня благословение. Да, хотя он еще к вере такой не пришел. Он православный, но по праздникам. Через жену, через мужик, кто-то все равно приходит. Да, Господи, я молюсь об этом. Чтобы к нему пришла истина тоже. Ну, это очень важно, когда с миром вы приезжаете. Он меня отпустил с миром. Ну, это уже хорошо. Да, да. Это уже, это радостно дает. Конечно. У меня вот две руки за. Ну, сестры, которые на кухне вместе работают, какие-то есть вопросы? Я могу сказать, что любят мужчинами командовать и свое постоянно вставляют везде. Вот сколько я с ней общался. Постоянно что-то свое вставят обязательно. То есть так, чтобы сделать просто, как сказали, невозможно. Обязательно прокомментируют что-то. Повязки, корни, границы. Значит, правление возможно? Возможно, да. Было бы желание. Было бы только желание. Глава мужу Христос. Глава жене. Давайте голосуем. Кто против? Кто поддерживается? Ну, все за. Все. А я застанавливаю. Вот так. Следующий. Шацкая любовь. Евгения. Как молились о вас? Да, когда мы держали, благодарю. Как мы крыли. Чудо. Да, чудо очень большое. Откуда? Украина. С Украины. Вы молились о том, чтобы мы могли ее сюда депортировать. Дороги потеряли. Помните? Сколько молились? Это жена Шацкого, Александра. Хороший счастье Александра. Очень добрый. Да, благодаря ему, мужу, я вышла, ну как бы, начала смотреть ролики. Ну, мы начали вместе, как бы, Мазовка, Валопин. Потом на Сергея профессор. Вот тут уже, конечно, покорила, да, что он нарушит, да, у меня ропщик, ничего, нет, не двигается, абсолютно. А он такие делаки, да, и помогает. Ролики смотрели. Потом муж вышел и на тиснущее ролики увидел, показал мне, мне, знаете, Тихович очень понравится, он напоминает мне мою бабушку и с дедушкой, ну, беременника, так же все. Покорял и то, что он 9-10 дает, как бы расположил сразу. Ну, то есть очень редко такое, да, вот, ощущение. Может, Вячеслав сказать, вкратце пересказать, что он рассказал. Ну, все хорошо. Он подразился. А ничего, все. Еще что-то есть? У вас какие-то вопросы есть? Нет. Сердце Матери вот сейчас на стороне Елизаветы? Или на стороне того, какая она может быть, если не потакать? Освободи. Ну, тролли, у меня такая, ну, есть такая, да, вот, слабость даже проявляю, ну, то есть, как бы, попускаю вот это, руководить, думаю. Ну, вы вот нашли этот момент, ну, так вот, анализировали, вспомнили, когда вы допустили, что теперь это именно такое. Раньше не было такого. Нет, вот, какой-то момент был, то есть, вы сейчас можете сказать, что вот, если бы сейчас вас переместить назад, там, на три года, то этого бы уже не было. Можно так сказать? Ну, то есть, человек конкретно знает, что приводит к такому состоянию ребенка. Да, да, есть. В себе, то есть, это состояние, или ребенок показывает? Да. Да. Александр говорил, что и в старшем сыне это тоже было, где-то, он, где-то, переломил это, хоть и работа тоже отвлекала, но, где-то, постарался, и все, у него это прошло, где-то, тоже. Александр, ты где-то. Александр, ты где-то. А, звать? Танос. С детьми, да? С Елизаветой. А, да. С Елизаветой. Нам, с Елизаветой. А вы события благодарите, а понимаете, что происходит? Для бич Господу, за грехи народа. Бич Господа, за грехи народа и священству. Священству народу. Все правильно. Веч, лучше, лучше сказать. Вот и Александр. Все по нашим дыхам, страстям, город, и спутникам. Так, получается, имя современовательства. Шацкая любовь Евгеньевна. А сейчас в каком городе? В городе Александра Владимировна. А, Александр. Ну, давайте голосовать. Есть те, кто против? Нет. А есть те, кто воздерживается? Вопрос. Десятая. Боисти ли ты холостей? Холодный бодр. Да. Завтра будет, допустим, холодная. Ты будешь о чем думать? Ну, может, не на сцене. А откуда такой вопрос возник? А? Откуда такой вопрос возник? Из жизни. Человек боится холодной воды, он и не знает, он боится зайти и креститься. В чем мысль в этот момент будет? Не думай о холодной воде. Не думай, небось. И думай о Господе. Господи, помилуй. Господи, благослови. Вот. Весь такой расклад. Мой. Спасибо, Христос. Спасибо. Так что не бойся этой холодной воды. Не бойся. Все за, да? Да. Еще есть? Все, давайте. А может, должен был положить? Двое какое-то. Все, клести. Ударцы. С Игнатием Тихоновичем я потом вообще давно с детства. Моя сестра была у них в общине и потом ушла. Соответственно, меня перестали водить. Мне было лет 9, так и 10. И мама еще запрещала, зачем вы туда ходите, платки и випки понадели. В общем, как бы ушли и жизнь закрутила, завертела. Это такое, сколько лет назад было? Ну, мне было лет 10, 11, вот так. А хотела, получается, кто? Вы с ней? Моя сестра. Сестра, правда? Да, родная. А это какая зона? Людмила. Людмила. Сколько лет? Ну, она лет 18-20 лет была. А она ходила куда, получается? С Игнатием Тихоновичем. Она была вообще не пополучила. И на занятиях политехнических университет мы есть. Как фамилия у нее? Упорова. Упорова? Людмила Упорова. Знаете такой? Помните? Я знаю, я не помню. Вот эта сестра ее ходила на занятия к вам. Давным-давно. В общину. В общину. Она была в общине даже. Упорова. Людмила Упорова. Такая фамилия была. Да. Она такая из начальной фамилии? Да, она наша фамилия. Упорова. А она кем работала? Она бухгалтером начинала работать. Бухгалтером начинала? Она, по-моему, через Наташу. Через Наталью она вот такой. Приходька. Через Наталью Приходька, говорит, она пришла. Вот. И она в детстве, когда я был 10 лет, она вместе с ней ходила. 10 лет. Давным-давно. Не про. А потом, когда я вышла замуж, и мы начали ходить в храм, мне как-то стало тоскливо. Я вспомнила про Игнатия Тихоновича. И сидела как-то, думаю, что же с Игнатием Тихоновичем? Столько лет прошло. Живой он, не живой. И мне, как бы, посмотри в интернете. Я вот набираю в интернете, а там и в Одноклассниках, и ВКонтакте. И в Ютьюбе. И сайт, и там ответы на вопросы. Я как начала, я, наверное, двое суток читала вот эти все ответы на вопросы. Что запишу? Все, которые волновали меня. Смотрела ролики, особенно по воспитанию детей. Мне очень заинтересовало. Ну, как бы, я долго уже смотрю видео эти все. А душевное... Как бы, сошлось... Сейчас сошлось душевное желание именно полным погружением покреститься. Потому что были сомнения, недопонимания. И вот, приехала специально за неделю, чтобы на меня посмотрели. Мне что-то сказали. Может быть, я еще и не готова. И вот, я здесь. Ну, вы как сами читаете это? Ну, вот, на данный момент... Если вас не допустят, вы это как приметите? Ну, соглашусь. Как от Бога? Да, соглашусь. А по поводу крещения у вас сомнения отпали? Или еще есть, может, надо что-то сказать? Нет, по поводу крещения у меня нет. А, отпали, да, сомнения. Что по погружениям надо. Меня крестили... Крещение называется погружение. Да, ну, крестили, то есть полное погружение. Нет, вы, значит, не поняли. Крестили, это слово, когда вы говорите, меня крестили, вы говорите, меня погрузили. Но вы говорите, меня погрузили, но не полное погружение. Ну, то есть, не погрузили вас, получается. Ну, помазали. Не погрузили. То есть, вас не погрузили. Крещение это во всех языках, как мы сейчас были англичаник, мы бы с вами говорили, я бы вам говорила так. Мы вас допускаем к погружению. Понимаете? И сейчас подошел какой-то русский и он начал говорить так Меня вот погрузили окроплением Вы сказали, что ненормальное, как-то можно окроплением погрузить Слово «крещение» означает смысл таинства внешнего погружения Никак это невозможно по-другому А что в церкви вам скучно выглядеть стало? Что там? Мне не скучно стало, просто я помню, как тут было, что дисциплина, все правила соблюдались Как благоговейная молитва, отношение к таинствам, ко всем, серьезное А там как-то с нарушениями, непонятно, не чувствовалось Благодать было, так сказать, или какого-то... А на занятия вы попадаете? Стараюсь попадать, но я в основном записи смотрю Потому что дети маленькие На молитву стараюсь с кайфом ходить Какие-то вопросы есть? Я еще Лилии хотел сказать, что есть такая черта У многих, кто к нам заходит Это бессоветие и нежелание общаться среди сестер Я несколько раз говорю Найдите себе с кем будете общаться и будет доверие И вам тоже я вот такой совет даю Что превратите себе во Христе подруг Во Христе именно Чтобы вы могли им все рассказать Братьям не расскажут что-что И по Библии получить ответ И всегда сверяться Потому что иначе сатана, он свяжет просто вас И в уныние загонит и все Когда не будет поддержки И вы должны знать, что что бы ни случилось, я приду туда-то, к тому-то Ну да, у меня сейчас такой период уже давно длится Что старые знакомые отпали И мы вот как живем одной семьей И у меня нет, можно сказать, подруг, сестер во Христе С кем можно пообщаться вот так вот близко Да у вас семейная церковь Можем присматривать и студить И он вступает об общении Об общении среди Да, общение среди как бы христиан Которые близкие по другу Как бы могли понять Как бы ты совет дадут? Этого не хватает на самом деле Когда ты один, этого не хватает А когда братья и сестры есть И есть общение Это поддержка большая Кто против? Кто воздерживается? Я воздерживаюсь, потому что просто очень мало знаю Ну так, как еще раз ваша? Ударцева Ударцева Далина Юрюна Юрюна Был бы ЗАРТ? Это ЗАРТ Я что вам уговорил? Что-то сбросить Да? Сколько? Помните, да? В таком случае, ЗАРТ Еще есть? Это у нас по соглашению Все? Все получается Да, у нас для них будет Тихо Повторим Вот Карим у тебя Дивный и милоземный Господь За то, что ты Собрал эту общину И здесь людей Направил Господи Через проповедь К тебе Благодарим тебя, Господи За то, что сохраняешь нас И веру нашу И что мы можем ее другим передать Господи, дивные и милосердные Возри на этих людей Которые пришли принять Истинное крещение Которое ты установил Ты сам знаешь, Господи Чего и кому не хватает Господи Восполни это И положи этим людям на сердце Решить остаток дней Служить только тебе Тебе, Боже, хвала Слава, честь и поклонение Отец, Сын и Дух Святой Аминь 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 Слава, честь и поклонение Отец Слава, честь и поклонение Отец